Какие подводные камни есть в профессии? Рутинное однообразие процесса при ручном тестировании – это дикая нудятина, но кому-то нравится. Я, наоборот, пытаюсь ее избегать. Постоянное развитие – это не подводный камень, нет, наоборот, хорошо, мозг не затвердевает и не каменеет, ты все равно что-то новое изучаешь. Нужно быть специалистом во многих областях. Не обязательно быть специалистом прямо на сто процентов, можно где-то по чуть-чуть, и все будет даже очень неплохо. Профессия требует педантичности, усчастчивости и внимательности. Да, факт, эти качества должны присутствовать. Нужно всегда думать о том, что остальные что-то упустили, забыли, не подумали. Кто-нибудь из вас смотрел «Доктора Хауса»? Конечно. Вот. Какая его любимая фраза была? Все врут. Абсолютно правильно, так же и здесь. Если вам разработчик говорит, что все работает, он врет. Если ваш коллега говорит «я проверил», он врет. Вы должны быть уверенными только в самом себе и что всегда перепроверяйте. Не доверяйте ни разработчику, ни своему коллеге в плане того, что он говорит, что все окей. Это как бы звучит странно, но это правда. И если он это не оставил где-то комментария и говорит «это все работает», то нет. Только подтверждение фактов записи, переписки или еще что-то. Все остальное не имеет никакой силы. Много заинтересованных лиц с разными мнениями начинающими специалисту тяжело обосноваться и доказать свое. Вот здесь вот тоже очень интересный момент. У меня было много друзей, много знакомых, которые тоже уходили в Айки. Да даже у меня такая ситуация была. Многие люди, вот родственники ваши, там еще кто-то, они будут говорить «да ну нафига, вот зачем, вот лучше идти туда, там проверено, да нифига не получится, да айки скоро умрет, да айки специалисты никому не нужны». И вот таких вот бабкиных по виду не фу, дофига. Просто не обращайте внимания. Вы никому не пытаетесь ничего доказать, кроме самого себя. Не попадайте под чужое влияние, когда вас пытаются убедить в обратном. Это здесь тоже так работает. Особенно это касается там девушек, которым начнут рассказывать о том, что «да ты что, это не женская профессия, вот так у тебя не получится». Не верьте. Очень много девушек, женщин. У нас он работает. Девчонка, она у нас тест-лит. У нее просто колоссальный уровень знаний. Я не знаю, она вообще ведет личную жизнь или она живет просто в тестировании. То есть я прихожу на работу, она уже там сидит два часа, как минимум. Я ухожу с работы, она продолжает дальше. Еще через 3-4 часа приходит сообщение, что она там что-то делает. И мне… Я просто не понимаю, как. Так что… Ну, ей это нравится. Ее это прет. Малоподвижная работа. Ну да, в этом есть свой нюанс. Но все зависит от человека. Можно хорошее кресло взять, можно с точки на точку в квартире перемещаться с угла в угол. Можно там в коверкинг пойти поработать, там что-нибудь подвигаться где-то. То есть никто ж вас не привязывает к стулу. Аплодисменты. Малоподвижная работа.